Об этих и других новостях в прямом эфире в студии Олег Танзийский. Здравствуйте! Приговор по громкому делу об убийстве белого медведя огласили сегодня в Наринмаре. Мировой судья вынес решение о незаконной охоте на особо ценные виды животных. Напомню, в апреле прошлого года в районе острова Вайгач были найдены трупы двух белых медведей, которые находятся под угрозой исчезновения. Этот вид животных занесен в Красную книгу. Подсудимый на судебное заседание явился и даже признал свою вину. Моя коллега Лена Ваучейская находилась в здании суда на протяжении всего заседания и сейчас расскажет, какой же приговор вынесли убийцы животного. На скамье подсудимых житель Воркуты. 39-летний бизнесмен и работник каратайского потребительского общества Андрей Илюшин. Это именно он в апреле прошлого года в районе острова Вайгач убил белого медведя. По мотивам личной заинтересованности, а именно использование в своем немовладении в качестве трофейного охотничьего украшения, незаконно произвел из неустановленного следствием благостроенного охотничьего ружья два выстрела белого медведя. Затем Илюшин перезарядил ружье и национально лежащим электроническим транспортным следствием, по тем, что Маркема профессионал осуществил преследование белого медведя, после чего он вышли на произвел еще два выстрела в него, тем самым умертвив данное животное. Но на этом браконьер не остановился. Используя нож и топор, он оскальпировал от белого медведя шкуру и отсек лапы с когтями. Впрочем, когда начались поиски убийц, Илюшин сразу сдался в органы правопорядка. 17 июля прошлого года он явился с повинной в полицию. В ходе следствия было установлено, что шкуру животного он намеревался использовать в своем домовладении в качестве трофейного охотничьего украшения. Браконьер и на суде признал свою вину. Суд прошел о снисходительности. Медведя выехал как-то случайно. Так что спартан возник. Не знаю, как объяснить это. Не специально я за ним ехал. Получилось так, что встретились. Такая случайная встреча обошлась жителю Воркуты в 300 тысяч рублей штрафа в пользу государства и уголовной ответственностью. Действия Илюшина попадают под 258-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимально возможное наказание за это преступление – два года лишения свободы. Но убийце Медведя повезло. За решетку он не отправится. В ходе судебного заседания Андрей Илюшин не раз признавал свою вину, раскаивался и высказывал свою версию случившегося. Но на камеру осужденный озвучить ее отказался. Без комментариев. А ваша защита? Тоже без комментариев. Единственное, мы с приговором не согласны. Обжаловать будете? Да, он незнакомен. Адвокат Андрей Илюшин оказался более разговорчив и даже согласился на интервью. Указал, что не находит оснований для прекращения уголовного преследования и не находит обстоятельств, которые свидетельствуют о деятельном раскаянии. Я считаю, это неправильно, несправедливо, противоречит нормам, установленным в современном российском законодательстве. Поэтому считаем, что приговор подлежит отмене. Вынесенный судьей приговор Андрей Илюшин и его адвокат в итоге намерены обжаловать. Они хотят добиться снятия уголовной ответственности.